и снова здравствуйте всем привет давайте в этом ролике разберем персонажа кейтлин или киромант капитан как она выглядит так подгружаю сразу болванку заброс все по прошлым роликом нью-сцен болванка подгружена теперь нам понадобится реф с рефами вообще проблема парке путнего очень мало все как-то вдалеке размыто даже артов почти нет так вот здесь я поубирал немножко так будем начинать я вот хочу начать вот с этого именно вот вот этот реф как сказать с картинки вот этой немножко сейчас я уменьшу так еще вариант какой получится так вот этот по моему о более так сжатый надо растянуто больше делать именно скриншот чтобы он уложился нормально именно на вот этот background задний фон так еще что epic pen epic pen для рисовалки давайте посмотрим на ее типаж лица так рисовалка погнали так здесь у нас выходят скулы вот они маленький подбородок это значит у нее будет лицо именно такое острое смотрим теперь по глазам но опять же плюс минус да не как попадет вот этот сейчас я буду лепить попадет персонаж полностью или нет прошлый попали там незначительные отклонения были отделяем глаза это чтобы вы умели именно работать с разными рефами вот этот самый гадкий вот по нему в принципе непонятно что тут да как это давайте вот сейчас рассматривать как глаза у нее далеко посажены так переносится с изгибом вот все вот это примечаем чтобы что-то получилось так нос нос у нее получается вот раз вот это пимпа есть вот это это будет острый нос и видите он большой почему потому что значит нос как выравнивать ну как считается это вот делите нос на три части и получается вот если по глазам все это дело прикидывать то у вас получается нос падает прям посередине вот переносится вот эта ширина в принципе это получается у нее но значит нос большой и острый на рифах это боковых более-менее видно даже если темная картинка так по губам губы у нее маленькие тонкие и маленькие губы вот тоже примечаем лоб до бровей берем лоб у нее широкий вот у нее аж такие расстояние вот она так височная часть округлая так челюсть маленькая скула так но это вот рисунок запоминаем кто вот можно это дело все скопировать тут можно конечно разными рисовать цветами но не художник так это я сотру теперь смотрим по скуле смотрите глаз разрез глаз идет почти как китайский и уходит вот у нее вот сюда да это как сужены сужается следом верхняя посадка у нее видите маленький вот эти как где веки маленькое пространство и скула у нее вот аж как идет вот именно здесь чуть-чуть и мышцы и острый подбородок вот эту вот часть сразу замечаем вот эту и вот по ней вот чем хорош боковой риф именно не фас не профиль не а вот именно анфас потому что у нее видно вот эти вот четко вот это линия изгиба вот этого всего значит всего черепа так по мышцам здесь у нее вот она выходит мышца так здесь у нее уклон в эту сторону значит маленького эта штука надгубная как здесь у нее тоже уходит в мышцу переносится вот эта часть тоже примечаем и уходит мышца в эту сторону вот она так здесь вот тень показывает что она показывает что здесь значит у нее скос вот такой ну как так челюсть находится дальше чем скула вот это и получается вот эта тень вот они этой тенью показали что мол такая штукенция так но это по моему как арт да это вот я там еще с этих фильма пришлось помотать этот значит фильм она в таких ракурсах нехороших за исключением где это ее к стенке прижимает это там голова скошена у вас и и улица темная так ладно погнали лепить уже рассмотрели посмотрели выравниваем shift правая кнопка мыши модель и так что у нас тут ну мой любимый флатом симметрию ставим муки ставим детализацию можно побольше можно поменьше но где-то на троечку наверно и все это дело так что у меня тут включена опять включенная текстура все это дело значит мы вминаем уплотняем сетку но с этой вот болванкой в принципе можно делать шикарный ну как вот она подходит к любому типу лица вот правильно она сделана вот эта болванка и поэтому с ней работать одна радость так сразу я оформлю шею потому что это женский персонаж и нужно как видеть весь вот этот вот внешний вид так уже целую не узкая у женщина женщина этого не мог не мужик так все и поменьше сзади потом все еще работаем флатином так флатин поменьше и работаем значит каким образом не спешите а просто на низких вот этих вот интенсивности но если где-то уже там нужно большую массу снять то тогда уже прибавить а так уже вот сидите до время уходит но зато она сразу видно потом будет персонажа так ухо тоже уплотняем так кисточку ставим побольше и вот эту часть всю боковую вот где скула мы ее полностью сюда вминаем аккуратненько так чтобы у нас получился узкий тип лица вот так вот таким образом даже здесь вот вот эта скула она нам пока не понадобится мы ее потом будем подгонять так закругляем верхнюю вот эту часть все выглаживаем ну в принципе вот уже челюсть у нее подходит теперь нам нужно подбиться по каким деталям это значит уменьшаем вот этот вот выглаживаем где веки у нее находится вот это с таким-то по носу определяемся по носу типаж лица у нее значит ног большой и нос раз большой мы его садим вниз и еще ниже вот так вот вытягиваем вот можно еще прям по низу почему потому что у нее сейчас покажу вам потом боковой рез ну пока вот с этим работаем и здесь у нее смотрите вот здесь у нее большая высота значит нос высоко поднят ну вот эта ширина носа высокая вот это расстояние от глаз прям порядочно так это дело мы тоже приметили так это нужно прорезать так это нужно прорезать выбираем кисточку крис и все это дело рисуем рисуем вот такую полосу и потихоньку уводим ее в бок так отбиваем сразу нос так здесь под углом все делаем вот так вот вот где-то вот такая толщина у нее носа плюс-минус так ну теперь нужно вот это все дело выгладить вот это все дело мы выгладим сразу это у нас идет схватом так теперь это дело намечено нам теперь понадобятся губы губы у нее не высоко ниже ну так верхняя губа у нее маленькая значит проводим маленькую вот эту ступенцию и сразу закругляем подбородок так вот у нас получается подбородок и как бы островатый да а здесь нужно еще его интересный типаж кстати вот эта вот мадам вот у нее лицо даже интереснее чем у вай у вай как-то она предсказуема а здесь я не думал что у нее именно вот такая маленькая челюсть вот сбоку вот так если она будет выглядеть то нормально так здесь мы сейчас ее нос подведем губы чуть-чуть сразу займусь носом раз на него уже упала такая штука нож у нее тонкий значит мы его еще утончаем опять же все это дело делаем под углом можно сразу отбить ее вот эту вот полосу вот эту так что тут опять включим вот эту полосу отбиваем и вот отбиваем вот эту сапатку так теперь у нас обрезка вот таким вот образом идет вот теперь это нужно склеим и можно значит через альт чуть-чуть все это дело поприбрать вот и выкладываем здесь накидываем вот эту мышцу сразу намечаем вот вот так ну давайте пройдемся по губам я сначала их вытяну это будет выглядеть где-то вот таким образом и значит делаем полукруглая сейчас я вам покажу вот вот это все вытягиваем и округляем уменьшаем в размере просто губы в нее поменьше вот и рисуем кисточкой драйв значит дисклеем что-то мы с микрофоном буду говорить громче потому что вы говорите что не слышно да и шумит я тоже смотрел не знаю почему что-то случилось что шумы появились так вот нижнюю губу когда наметили нужно ее давайте еще больше вытянем округлим а подбородок сейчас нужно будет уводить еще вглубь он у нее получается вот как бы задранный здесь у нее полукруглая вот вот сбоку где-то приблизительно вот такой у нее типаж вот ничего так симпатичная она кстати интересная вот как ну внешний вид теперь давайте добавим ей скулы это уже кисточку побольше и потихоньку на низкой детализации накидываем вот так вот и уводим чуть-чуть вниз сейчас если не видно нарисую смотрите накидываем вот эту часть ну и чуть-чуть чтобы у нас получился это как бы вот такой набросок чтобы понять не было наверное это вот здесь у нас выходит скула вот в этой части но у нее она скошенная вот не шишка вот здесь впереди как у многих персонажей в прошлый раз я показывал а именно ее почти нет у нее выходит только вот эта вот боковая выпуклая так выбираем и дальше все это делаем чуть-чуть накидываем вот именно сзади у нее вот это переход так накидываем ее побольше повторюсь еще раз что скупция альфа 6 любит именно когда у нее много массы так это все мы округляем докидываем а не докидываем через здесь уже вроде немного снимает драйвом да и чуть-чуть поднакидать сделать округлую вот эту вытяну как подбородок и чуть-чуть его это уже значит снизу чуть-чуть его поприбрать надрезку делаем побольше побольше интенсивность ставим вот теперь лапином уплотняем под углом вот губа стала поменьше губу теперь кисточкой граф ну опять же под углом можно вот так вот раз чуть-чуть мы ее не долепливаем а дотягиваем так и вот эти верхние значит части верхнюю губу задираем вот это о и ее сейчас тоже проходим уплатаном поменьше кисточку и аккуратненько так под разными углами делаем и угол то бишь уплотняем вот таким образом так вот у нас получились губы вот вырисовывается вот экипаж чтобы дальше двигаться давайте сделаем что сделаем дальше но я его еще здесь под углом залеплю именно кисточкой в драйв побольше кисточку и переносицу округлить вот так вот она появилась переносица и нос еще у нее прям узкий узкий лучше его так же здесь тимпа правильная правильная и ноздри у нее уходят вниз вот вот к носу значит здесь надо еще немножко с латаном поработать под углом угу так здесь тоже с латаном можно переносится прям побольше потому что нос у нее очень тонкий по переносице так а здесь у нее мышцы выходят и поэтому вот должен быть тут все равно какой-то переход угол угол мы добьемся подрезочкой выберем ноздри ноздри раз уже здесь я работаю так ноздри выбирать будем кисточкой драйв бискве через альт вот они у нее ноздри будут вытянуты и наверное все таки у нее вот эти мочки носовые по-моему но нос у нее небольшой здесь наверно еще вдавить чтобы у нее вот да где-то такое у нее нос но нос у нее так по-моему даже у нас трея как-то да вот так ну по губам здесь вроде бы точно сейчас дооформить надо ухо потому что я теперь увидел ухо и вот я на него переключаюсь то что вижу туда и ухожу лепить леплю повторюсь я шиотично у меня нет такой системы что я прям начал делать глаза и я на них зациклился и все пока не сделаю не брошу такого у меня нет так делаем подрезку включаем кисточку drive нажимаем alt и выборку делаем ухо и вот когда вы видите надрезаете а потом что-то начинаете другими кисточками делать вот эта подрезка не пускает туда вот именно убирать что-то или рисовать на это обращайте опять же внимание так выглаживаем и проводим кант поверху так вот нюрочка ухо по ушам у нее судя по лицу видите ухо у нее должно быть большое она должна быть лопоухая так здесь у нее выборка и вот этот угол у нее по-моему больше здесь здесь уже у нее уклон идет да резкий почему-то уклон ладно сейчас все это дело порешаем кто резкий кто не резкий и я думаю что по ушам она должна быть где-то вот так мочка ухо должна быть ближе посажена а бег должен выходить вот как она должна выглядеть так по челюсти все правильно добавляем мышцу теперь это уже склеем кисточку поменьше и добавляем вот сюда вот эту вот мышцу сейчас я вам ее нарисую вот эту докидываем сюда а здесь получается у нее я говорю интересные типаж у меня так это идет уже в губе полностью угол вот этот угол с уклоном идет сейчас будем это дело тоже корректировать корректировать как это все дело у нее идет у нее вот здесь вот на губу выходит вот эта вся стукенция так здесь углаживаем все вот эти вот переходы у нее выходит плавно на на губу и вот сюда вот здесь губа тоже оформляется и уходит на подбородок вот как-то так как-то так здесь у нее глаз во чуть-чуть островато и подъем у нее скулы выше вот эта часть у нее прямо выше и она у нее вот здесь побольше так здесь больше поднимается но переход у нее гладкий так есть такое дело давайте попробуем сделать ухо как у нее это флаком кисточка поменьше интенсивность можно побольше ставим под углом и вот так все под углами проминаем переключаемся на драйв выборку делаем через альт это так интенсивность побольше здесь уже можно да вот раз и рисуем значит ухо так здесь уже накид мягкая часть там я не вижу но здесь уже точно впадина ушная так вот где то так и под уклоном убираем флатом чуть-чуть это дело углами делаем вот такая и чуть-чуть здесь значит тоже уплотняем и подрезку сделаем под саму уху опять же под углами все это дело прорезаем чтобы у нас сейчас можно было сделать вот этот накид как у нее уменьшаем толщину уха прорезаем где выборку делали еще немножко отбиваем значит вот эту часть как она называется вот где мочка вот это тоже торчит так ну здесь можно дорисовать чуть-чуть так оп там стенка видите там большая и здесь получается по под углом по внутренней стороне проводим накидываем саму эту пинку даже еще можно вот раз интенсивность чуть поменьше через альт проводим так подрезку опять же все это дело под углом далеко увел и здесь тоже кисточку поменьше и оба чтобы получилось у нас вот такая выборка срезка по уху значит выбираем флатен и флатеном проходим по верхам по углам так и здесь тоже вот эти углы делаем срезку вот эту пинку немножко заглажу можно кисточку поменьше и чуть-чуть ее выкинуть так здесь шифтом чтобы сетка не ломалась вот так и значит вот эту часть чуть-чуть притягиваем к ней вот вот что-то она у меня сильного пауха получается сейчас еще докорректируем не проблема заднюю подрезку сейчас сделаю и ухо определится какое оно вот эту мучечку так так здесь еще толстоватая верхняя часть вот вот такую выборку делаем и нижняя часть так не ту кисточку взял получается значит у нас драйв усадка вот вот усадка и здесь у нее получается угол вот это получается вот эта часть это маленькая а здесь интересно это сухом сухом вот как-то вот так у нее выходит кисточку побольше как-то вот таким вот образом и там волосы еще будет так делаем теперь что надрезаем кадык давайте опа надрезка отмечаем вот эту полосу ее выглаживаем здесь мышца намечена гланды намечены получается делаем два надреза так это заметили вы нет или быстро я нарисовал делаем зарезку сюда и делаем зарезку вот сюда на кадык вот или можно делать ее вниз не сильно близко к этой просто так надрезаете а эту вводите в эту сторону и получается у вас отбивается вот эта гортань отбивается треугольник гланды и вот это отбивается мышца уже потом шея определилась но вот здесь она еще толстоватая сзади она толстоватая ну тут еще плечи вот эти вот влияет длина шеи как на внешний вид влияет и угол вот это вот всего действия да так что сильно пока ну как не привязываемся к таким деталям так это у нее ключицу сразу наметим выборку и здесь и сюда мышца уходит так конь угол вот клей включаем и можно чуть-чуть выгладить самое интересное теперь это глаза как а ну как так вот еще вот эту часть чтобы прибавить вот 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 она у нее вот эта часть большая от носа мышцы идет так теперь рисуем глаза выставляем ровно выбираем кисточку крест и первым делом так вот еще как я вам показывал да глубина большая и глаз он далеко лучше можно даже нарисовать его это получается близняк как-то вот так уходит глаз и полукругом вот так разрез в эту сторону идет но на снижение да так и глаз выходит так 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 ну да вот по эту штуку все рисуем пробуем потом вытягиваем корректируем выбираем криз можно прибавить поближе интенсивность здесь лучше поставить поменьше и значит рисуем сам глаз глаз глаза у нее большие и здесь значит будет уже у нее веко можно сразу нарисовать веко кисточкой драйв таким образом ставим под углом и пока мы нарисовали вот этот криз сразу добавить вот это веко а потом делать выборку есть такое дело я сейчас сохраню все это дело чтобы так кейтлин да и сохраняйте по два файла я об этом уже тоже говорил потому что бывает такое что вы сохраняете и первый файл почему-то у него идет сбой ну это раз в сто лет грубо сказать но может такое произойти и чтобы у вас не было потом печали что вы просидели и все пропало это тогда будет уже трагедия века так есть такое действие сдавлен внутри рисуем вот этот кризняк отбиваем верхнюю часть отбиваем бок вот этот вот это веки вот эти можно все добавлять уже забрать когда вы делаете все заодно тогда оно прикольно все выглядит ну монолит хороший сетка перерабатывается со мной и все получается изменительно так здесь у нас угол рисуем и отбивку сразу вот полукругом на мешочек вот этот вот вот это так кисточка драйв и через alt выбираем глаз выбираем его под всеми углами где-то можно больше тут не принципиально вы потом все это дело натяните подтяните докидайте массы долетите но зато у вас уже нормальный полноценный получается глаз и побольше туда выбирайте со всех сторон со всех ворот вот так так по глазам глаза теперь корректируем вытягиваем уводим вглубь от переносицы округляем и челюсть чуть-чуть вытягиваем еще вперед вот так скула еще побольше выходит и теперь по верхней вот этой части тоже тут вот этот слезняк он складывается из золотой косточки вот вот за этой есть такое делаем под углом и уплотняем все это дело дорисовываем немножко веку и клейм на низкой детализации накидываем сразу вот эту массу стряхуем в разные стороны и тогда все получается хорошо вот под разными углами вот в таком вот ракурсе потом вот здесь можно вот так прокидать где-то больше накидайте это не проблема все это потом урежется уберется добавится и нужно теперь эту штуку уменьшить нос опустить ей брови чуть-чуть закруглить выровнять ну и внутри можно немножко пустом выголодить так что у нас по вискам по вискам у нас широкий лоб и получается вот эту часть нам нужно еще растягивать и у нее так вот здесь у нее часть глаза приподнимаем чуть-чуть повыше вот так и вот эту где она тут вам показать вот эту височную часть делаем висок надутый у нее вот такого не должно быть у нее здесь там вот округляется за счет виска и за счет вот этой скулы так черепок можно за счет черепка еще сыграть череп приподнять так вот эту часть приподнимаем лоб еще немножко опускаем веки немножко выводим вперед лоб наверное здесь все-таки высоковатые вот выглаживаем все и флатаном на маленькой детализации вот эту часть округляем она острая не должна быть вот вот теперь чуть-чуть ее припускаем и сделаем здесь такой чуть поменьше округлый вот вот с этим с этим с этим с этим короче должно быть вот такая штука лодочка вот голова есть а шея уже толстая еще толстая значит шею еще уплотняем вот здесь в основном из груди здесь будет грузь переносится придаем не более-менее адекватной такой форму череп теперь чуть-чуть удавливаем где-то кверху вносим в принципе вот так все и должно быть вот где-то в таком духе и получается у нее вот такой тип пошлица здесь еще даже можно здесь ровно и туповато лоб еще раз выглаживаем он у меня округлый вот ногу широкий вот это широкий называется и сверху еще как бы затупленный отступленный затупленный где-то вот вот теперь нужно добавить ей глаза добавить эти веки вот так дорезаем слезняк вот этот треугольником тут отбиваем нос нос смотрим на высоту посадки носа тут еще можно даже наверное чуть-чуть приподнять вот так на счете немножко еще даже опустить так переносица есть мышца есть чуть-чуть ее все-таки я намечу на низкой детализации кризом от носа проведу вот такую полоску чтобы понять где у нее закругляется вот эта часть вот она видите сейчас я вам нарисую вот от носа вот так вот отбиваете рот и получается что так вот у нее здесь глубоко подсадка и уходит эта часть сюда да здесь значит получается у нее волной здесь у нее выступ так сейчас чуть-чуть докорректируем не проблема не проблема выбираем граб чуть-чуть губы вытягиваем и вот эту часть чуть-чуть надуваем вот ну чтоб она не выдалась конечно без понтова этого это это значит боковая мышца мы ее чуть-чуть вытягиваем и здесь делаем вот этот переход поработаем немножко флатаном и добавим остроту хребет вот так хребет этот так и немножко скулу нижнюю еще подкорректируем гланды немножко уплотним подрезку на мышцу под углом и в чем еще фишка у нее вот здесь должна быть вот здесь вот вот такая мягкая прям ну как мышца короче здесь должна быть мы ее сейчас еще чуть-чуть под накидаем вот вот так дсуа прям как это все дело будет выглядеть так вот 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 в вот в где мы И вот эти части еще чуть-чуть пониже. А эту задираем чуть повыше. И можно ее, наверное, отбить как-то раз кризом. И немножко полирнуть снизу под века. Здесь вот выглажки сделать под углом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Осталось теперь добавить веки вот эти верхние. Ну, наложить текстурку, отделить, допустим, если нужно для анимации рот, значит, от верхней части. А здесь еще мышцу вот так вот покидать. И немножко все это делаем вдавить. Так, а ямку? Ямку я не сделал, да? Это вот здесь вот делаем ямку через альт. И чуть-чуть набрасываем вот эти вот мышцу сюда вот к носу. Здесь идет такая мышца, более такая... Она придает вот эту высоту в губе, да? А здесь еще идет вот такая вот мышца, которая уходит на нижнюю губу. И вот такая получается волна тут, которая уже создает вот этот внешний вид губы. Так, по подбородку вроде бы... Так, а ну-ка, я его еще немножко сглажу. Так, подбородок убирается вот в этой части. Вот когда подбородок маленький, вот здесь вот, значит, вот такая вот вмятина должна быть. Больше переход такой. Ну, вроде бы как она... Сейчас посмотрим, когда я волосы добавлю и текстуру вот эту наложу, то будет уже видно, что за персонаж и как он выглядит. Так, и все вот, вот эта вот вся модель. Вы видите, что смотрите на какие-то детали. Без разницы, какой у вас реф, но вот это самый, как... Плюс этого рефа в чем? Не в том, что он правильно... Ну, у него правильная здесь вот пропорция там, да, вот это все дело. А дело в том, что видно боковую вот эту часть. Видно все четко вот эти расстояния верхней... Как их назвать? Вот этой верхней части, да, бровной. Видно глаза, насколько они далеко от носов посажены. Вот это вот в этом плане плюс. Сейчас я это все дело сохраню. И покажу вам реф, по которому можно проверить правильность вот этого профиля. Так, экспорт. Оставлю и тот, и тот. Значит, тройка. И еще один сохраню. Пусть будет четвертая. Лишнее проще удалить, чем потом мне найти. Так. Находим опции. Находим background. И здесь я где-то... Вот. Здесь у меня боковой реф. Вот. И что у меня тут выходит? В чем был просчет? Так, а просчет у нее... Ну, я так модель не поверчу. Просчет в том, что у нее ухо как-то здесь вот вытянутое овалом. Такого быть не может. Значит, можно, конечно, и поэкспериментировать. Как раз сохранен уже персонаж, то можно и вытянуть. Это тогда какой-то крыш, понимаешь? Ну, ухо можно еще побольше сделать. Больше увести его куда-то. Что у нас по носу, по губе. Так. Верхнюю губу даже можно еще, окажется, выше вывести. Вот тут уже не особо она влияет на этот внешний вид. Так. А с нижней губой? Ну, нижняя губа, правильно, она маленькая. И... Ну, пусть еще будет... Не, ну это уже много выверта будет. Да. Тогда здесь нужно полосу подкорректировать. Ну, чуть-чуть поменялись губы и, в принципе, получается чуть ли не другой персонаж. Так. Так. По ноздрям что у меня? В чем я опрохвостился? Вот, в принципе, у меня ни в чем. Ниже их не получится опустить. Нос ровный, большой переход. Вот. Так. И здесь вот единственное, что можно еще 15 глаз. Вот по лбу единственное, что я думал, что она вот так как-то должна быть. А здесь лоб опять прям скошенный. Ну, это уже не проблема, как говорится. Так получился вот такой персонаж. Вот такие резы, боковые и всякие картинки. Ну, главное, чтобы увидеть, как все тут дело проходит. Вот такой, значит, у меня внешний вид. Все. Всем пока. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...